Здравствуйте, я врач-эндокринолог Павлова Ольга Михайловна. По вашим просьбам мы снимаем цикл о сахароснижающих препаратах. Сегодня мы поговорим о современном сахароснижающем препарате, о янувии. Действующее вещество препарата янувия это ситоглептин. Данный препарат обладает выраженным сахароснижающим эффектом при низком риске гипогликемии. То есть при повышенном сахаре крови препарат снижает сахар, при нормальных и низких сахарах препарат не снижает сахар крови. Данный препарат относится к классу ингибиторов ДПП-4. К этому же классу препаратов относятся Галвус, Випидия, Трожента. То есть эти препараты обладают схожими эффектами. Если говорить про препарат Випидиус, что он делает? Он блокирует ДПП-4, то есть фермент, который разрушает наши кишечные гормоны инкретины. За счет этого в нашем организме сохраняется больше инкретинов. Инкретины обладают следующими эффектами. А. Это снижение уровня сахара крови. Б. Это регуляция аппетита. И В. Это улучшение углеводного обмена, то есть нормализация уровня инсулина в крови. Какие эффекты на наш организм несет препарат Янувия? Первый эффект это улучшение функции бета-клеток, то есть тех клеток подживудочной железы, которые вырабатывают инсулин. За счет этого у нас улучшается секреция, то есть выработка инсулина, соответственно у нас снижается сахар крови. Следующий эффект это подавление избыточной секреции глюкогона. Глюкогон это тот гормон, который нарушает, снижает работу инсулина, соответственно сахар растет. Поэтому избыточная секреция глюкогона данным препаратом снижается, то есть инсулин работает лучше, соответственно сахара в крови снижаются. Следующий эффект это подавление избыточной продукции глюкозы печенью. Как мы знаем, печень содержит в себе запасы сжатого сахара гликогена и может его соответственно выбрасывать, дабы повышать сахар в крови. Так вот, при нормальном и высоком сахаре в крови данный препарат не дает выброситься гликогену, то есть блокирует повышение сахара в крови. При падении сахаров, при гипо, наоборот, печень выбрасывает гликоген, то есть все прекрасно. Риск падения сахара крови у инувии очень низок. Препарат хорошо зарекомендовал себя у пациентов с различными заболеваниями сердечно-осудистой системы, то есть данный препарат имеет низкие риски кардиологические, то есть у него благоприятный прогноз по сердечно-осудистой системе. Поэтому часто этот препарат используется у пациентов, у которых и сахарный диабет, и различные кардиологические патологии. Если говорить про побочные эффекты, то побочные эффекты наблюдаются редко, но как у любого препарата они бывают. Какие они бывают? Может наблюдаться тошнота, причем разной степени выраженности. Могут наблюдаться различные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, это запоры, это наоборот разжижение стула. Может наблюдаться головная боль, головокружение, но эти побочные эффекты все-таки редки. Если же говорить про противопоказания, то основные противопоказания следующие. Это беременность, это лактация, то есть грудное вскармливание. Это тяжелые сопутствующие заболевания, в первую очередь заболевания печени и почек, которые сопровождаются тяжелой печеночной и почечной недостаточностью. Также это аллергические реакции и непереносимости. Решение назначения препарата принимается врачом, после того, как врач изучил историю заболевания, сопутствующую патологию и анализы. Если говорить про дозировки, наиболее часто используемые дозировки это 50 либо 100 мг в день. Также имеется комбинированный препарат Янувия плюс Метформин, то есть два современных сахароснижающих препарата в одной таблетке. Препарат называется Янумет, он тоже часто используется. Про Метформин на нашем канале уже есть видео, можно изучить. Поэтому если вам врач назначил Янувию либо Янумет, то знайте, что это хороший современный сахароснижающий препарат. И главное помните, какую бы хорошую терапию вы не получали, в любом случае нам нужно и соблюдать диету, и помнить о нагрузках, и конечно же контролировать как сахара крови, так и вовремя сдавать анализы. Для разных пациентов частота сдачи анализов разная, кто-то сдаёт раз в 3 месяца, кто-то раз в полгода. При сахарном диабете как минимум 1 раз в год мы должны проходить полное обследование. Больше информации о правильном питании, о препаратах, о здоровом образе жизни при диабете вы можете найти на сайте Ольга Павлова РФ. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и пишите, какие темы вас интересуют больше всего. Всего доброго!